Донецк Анатолий, насколько я понимаю, вам удалось пообщаться с летчиками из Миргорода. Что они вам рассказали? Да, летчики из Миргорода вышли на меня. Это офицеры. И понятно, что имен я называть не буду. Они мне сказали, что вчера... Я это пропустил, этот момент. На самом деле, вчера была распространена информация о том, что в бомбардировке Донецка участвовала 831-я бригада, которая находится в Миргороде. Они сказали, что они не причастны к этому и привели ряд аргументов. В частности, то, что на фотографии изображено два человека, на той фотографии, которую распространили. И один из них, Андрей Шевченко, умер уже 5 лет как. И вечером у меня будет фотография сегодня с его могилы. А второй, Кришталь, это офицер, он 5 лет уже, 4 года как инвалид первой группы. То есть, они рассказали, что у них Су-27, а бомбили Донецк, МИГ-29 и Су-25. Ну, то есть, они, в общем-то, практически божатся, что это не они. Удалось ли вам выяснить, что за подразделения все-таки совершали налеты на Донецк и Донбасс? Ну, они дали, скажем так, наводку на два подразделения. Одно сейчас находится под Днепропетровском, а второе, я, честно говоря, затрудняюсь. Ивано-Франковск, да, по-моему? И они сказали, что, возможно, это те. Но добавили, что, по их словам, что они даже готовы, вплоть до того, что отказаться выполнять приказы в плане бомбардировки городов. То есть, на такой приказ им пока не поступал? Нет. Еще скажите, что вам говорили офицеры о том моральном боевом духе, который сейчас есть в этих воинских частях? Ну, какой боевой дух? Вообще, для меня это, конечно, кошмарно. На самом деле, бомбить мирные города, свои мирные города, я могу постараться понять, там, натовских летчиков, которые разбомбили Белград, допустим. Но здесь, когда ты, в общем-то, ну, понятно, с высоты-то ведь ни крови не видно, ни криков, да, ни боли. В общем-то, с высоты, наверное, не страшно. Меня поразили переговоры летчиков, которые появились в сети. Такое впечатление, что они наслаждаются тем. Я понимаю, что у украинской армии там не было авиационного керосина, да, что у них налет там какой-то пустяковый, что им хотелось, в общем-то, побомбить на свои города и как бы убивать украинцев. Я не знаю, какой может быть боевой дух у людей, которые убивают своих братьев, я не знаю. Да, еще у нас здесь в России, конечно, поразило то, что переговоры летчиков велись на чистом русском языке. Спасибо вам большое, Анатолий. На связи с нами из Берлина был украинский журналист.